ТИТАНИК Самое знаменитое кораблекрушение в истории. Право руля! Роскошный океанский лайнер «Титаник» сталкивается с айсбергом и опускается в холодные воды Атлантики на глубину 4 километров. ТИТАНИК Новейшие исследования выявили неожиданные детали страшной катастрофы. Я выяснил, что именно погода может оказаться ключом к разгадке трагедии «Титаника». В ту ночь огромную роль сыграли странные атмосферные явления. Лёд прямо по курсу, которые заставили айсберг исчезнуть из виду. На протяжении тысячелетий погода играла одной из решающих ролей в судьбе человечества. Грозные атмосферные явления определяли ход истории. Мы расскажем вам о погоде, изменившей мир. Погода, изменившая ход истории. Вот уже более века международный ледовый патруль является глазами Северной Атлантики. Его задача — отслеживать представляющие опасности айсберги и докладывать о них судам. Патруль был сформирован после страшных событий 15 апреля 1912 года — гибели «Титаника». Уже больше века люди ищут разгадку той трагедии. После 25 лет исследований Тим Молтин считает, что нашёл её. Чтобы понять, что же произошло в ночь гибели «Титаника», необходимо учитывать все факторы, в том числе погоду. Всё началось в 1909 году, за три года до того, как огромный лайнер был спущен на воду. Пока «Титаник» на верфи в Белфасте, Северная Ирландия. Судостроительные компании соревнуются друг с другом. Новейшие пароходы в разы сократили путешествия из Европы в Америку. Однако, создавая «Титаник», компания «Уайт Стар Лайн» решает изменить правила. Это судно — воплощение роскоши. «Титаник» не отличается быстроходностью, но обещает комфортное и безопасное путешествие в Америку. Его считают непотопляемым. Под ватерлинией находится 16 водонепроницаемых отсеков. Даже при затоплении четырёх из них лайнер должен остаться на плаву. Компания заявляла, что если разрезать корабль на три части, ни одна из них не затонет. По странному стечению обстоятельств, в это самое время, в двух с половиной тысячах километров от Белфаста, в Гренландии, рождается роковой айсберг. Гренландия — это огромная чаша со льдом. Тысячи лет тонны снега слой за слоем ложатся на землю и уплотняются. Возникает ледник. Он движется через долины к океану. Там приливы и отливы откалывают огромные глыбы льда. Отсоединившись от ледника, один из айсбергов начинает своё путешествие длиной пять тысяч километров. И три года до этого никому не будет дела. В 1912 году «Титаник» отправляется в своё первое плавание. Это настоящее инженерное чудо с мощными двигателями и водонепроницаемыми переборками, которые должны предотвратить затопление. «Титаник» — настоящая победа человека над силами природы. По крайней мере, так считалось. Его маршрут длиной более пяти тысяч километров начинается в Саутгемптоне и заканчивается в Нью-Йорке. Стоит кораблю начать трансатлантическое путешествие, как поступают предупреждения об айсбергах. Это не вызывает удивления. Вода в океанах постоянно движется. Холодные потоки, идущие от северного полярного круга на юг, называются Лабрадорским течением. Его путь ведёт к тёплому атлантическому течению Гольфстрим. У этих гигантских океанских конвейеров особые отношения. Маршрут Лабрадорского течения целиком зависит от Гольфстрима. Если тёплая вода движется на юг, то относительно холодное течение продвигается в том же направлении, не доходя до морских путей сообщения. Порой айсберги встречались на широте самой Филадельфии. В апреле 1912 года Лабрадорское течение заходит особенно далеко на юг. Низкая температура воды позволяет льдам дрейфовать на пути следования судов. Вскоре там окажется и айсберг, появившийся три года назад. Капитан «Титаника» прекрасно знает, какой вред может нанести лёд, однако он не слишком беспокоится. Судно оснащено самой современной системой коммуникации того времени. Беспроволочный телеграф Маркони передаёт сообщения на расстоянии до 800 километров. Операторы должны принимать и отправлять предупреждения об айсбергах и непогоде, чтобы суда могли своевременно изменять курс. К вечеру второго дня поступает ещё больше сообщений о дрейфующих льдах. На «Титанике» неустанно несут вахту вперёд смотрящие. Один тип айсбергов нужно высматривать особенно внимательно. Самые маленькие глыбы называются гроулерами. Порой их длина достигает всего 10 метров, однако они могут нанести судну серьёзный вред. Корабль, возможно, и не затонет, но возникнет пробоина. Засечь такие айсберги радаром очень непросто. Однако ледяную гору диаметром 300-400 метров вы должны заметить. К несчастью, тот злополучный айсберг не увидели. И это был не гроулер. Они ждали появления льда. Так почему не заметили его? Историк Тим Молтин много лет изучал судовые журналы. Эти записи убедили его в том, что атмосферные явления могут объяснить гибель Титаника. В 1912 году растянувшееся лабрадорское течение позволяет льдам продвигаться дальше к югу. Несмотря на это, из тысяч айсбергов, отколовшихся от Гренландии, лишь немногие пересекают судоходные маршруты и угрожают кораблям. Большинство уносятся мелкими извилистыми течениями или прибиваются к каменистому побережью Ньюфаундленда и тают. Однако исследования Молтина выявили, что в судьбе Титаника сыграло роль множество масштабных атмосферных явлений. Возможно, к трагедии его привела сама Солнечная система. 11 апреля 1912 года Титаник отправляется из Англии в Нью-Йорк. Добраться туда ему не суждено. Право руля! Всему виной погода. Идет третий день первого плавания Титаника. Поступают предупреждения об айсбергах. Холодное лабрадорское течение заходит дальше обычного, позволив льдам продвинуться на юг. Даже при таких обстоятельствах обычно лишь 4% айсбергов оказываются на пути следования судов. Однако, по словам Тима Молтина, тот год не был обычным. Представьте, что лампа — это Солнце, находящееся в центре нашей системы, а яблоко — Земля. Земля вращается вокруг Солнца. Однако, ее орбита представляет собой не круг, а эллипс, похожий на яйцо. Это означает, что наша планета периодически приближается к светилу и отдаляется от него. Таким же образом, вокруг Земли вращается Луна. В январе 1912 года Солнце, Луна и Земля выстроились ровно друг за другом. И это еще не все. Они находились ближе всего друг к другу за 1700 лет. Это стало причиной крайне высокого прилива, который поднял айсберги у берегов Ньюфаундленда и погнал их к морским путям сообщения. Таким образом, в 1912 году в этих водах было гораздо больше айсбергов, чем обычно. Однако опытной команде не составляет труда заметить крупные ледяные глыбы. Основная проблема не в самих айсбергах, а в воздухе. К вечеру погода внезапно меняется. Становится необычно холодно даже для этих северных широт. Дело в том, что Титаник вошел в ледяные воды Лабрадорского течения. До берега больше 600 километров. Место катастрофы — 40 градусов северной широты и 50 — западной долготы. Давление — 779 миллиметров ртутного столба. Тогда оно было выше, чем где бы то ни было в северном полушарии. Область крайне высокого давления означает полный штиль. Кроме того, здесь проходит холодное течение. Теплые воды Гольфстрима нагревают атмосферу, однако под воздействием лабрадорского течения воздух непосредственно над водой охлаждается. Во время штиля нет ветра, а значит, холодный и теплый воздух не перемешиваются. Вместо этого нагретый слой исполняет роль крышки, закрывающей охлажденный и более плотный воздух. Возникает температурная инверсия. Инверсии встречаются довольно часто. Нередко они сопровождаются туманом. Этот феномен характерен для полярного круга, где вода ледяная. Однако в ночь гибели Титаника температурная инверсия была настолько сильной, что стала причиной необычного явления под названием «Верхний мираж». На месте крушения лайнера «Мираж» сделал айсберг абсолютно невидимым. Я уверен, это и есть причина гибели Титаника. Глубокая ночь. Лайнер идет полным ходом. Прямо по курсу роковой айсберг, скрытый верхним «Миражом». Люди заметят ледяную глыбу, но будет слишком поздно. 14 апреля 1912 года. Океанский лайнер «Титаник» следует из Англии в Америку. Команда знает, что в этих водах множество айсбергов. Впередсмотрящие пристально вглядываются в черноту. Стоит безлунная ночь. Капитан понимает, что сегодня заметить айсберг особенно трудно, но не беспокоится и не снижает скорость. Так держать. Капитан уверен, что фарватер свободен. Он ошибается. Один из специалистов по «Титанику» считает, что нашел разгадку тайны. Изучив данные, я разобрался в том, как эти факторы влияли на происходящее. Результаты оказались поразительными. «Титаник» движется в водах, где слой теплого воздуха находится над пластом более холодного и плотного. В связи с этим возникает инверсия температуры. По мнению Тима Молтина, это породило мираж, способный сделать айсберг незаметным. Чтобы понять, как возникает эта оптическая иллюзия, мы воспроизведем инверсию температуры в лаборатории. Заменим воздух водой. Подслащенная жидкость плотнее обычной. Сладкая вода ведет себя так же, как холодный воздух в ту роковую ночь и опускается на дно. Чистая вода имитирует теплый воздух и находится сверху. Когда мы пропускаем через контейнер луч лазера, он явно изгибается по направлению к более плотному слою. Это может породить мираж. Обычно впередсмотрящие видят по прямой до самого горизонта. Однако из-за изгиба световых лучей вдоль земной поверхности открывается область, находящаяся гораздо дальше. Картинка поднимается и возникает ложный горизонт, лежащий выше настоящего. Впередсмотрящие Титаника заметили вдалеке таинственную дымку. Если Тим Молтин прав, их обманывал мираж. они могли видеть дальше километров на 130. Таинственная дымка, скорее всего, рассеянный свет. Единственный способ заметить айсберг безлунной ночью, это увидеть его контуры на фоне звездного неба. Мираж может сыграть злую шутку. Когда линия горизонта визуально поднимается, силуэт айсберга больше не выделяется на фоне звезд, а просто тает в черноте вод. Ледяная глыба исчезает. Нам всем знакома история о страшных морских штормах, однако в ночь гибели Титаника стоял полный штиль. К несчастью, это спокойствие несло в себе смертельную угрозу. Эту оптическую иллюзию легче увидеть днем. В нормальных условиях мы сразу же узнаем грузовое судно. Однако при температурной инверсии все выглядит иначе. Мираж искажает изображение и создает двойную линию горизонта. Исследования показали, что тормозной путь судна водоизмещения 45 тысяч тонн, идущего полным ходом, составляет почти километр. Однако, когда на Титанике заметили айсберг, до него оставалось менее 400 метров. Лед прямо по курсу! Если в ту ночь в океане возник мираж, у впередсмотрящих не было ни единого шанса. Они пытаются обойти глыбу, лейтинг, но уже слишком поздно. Титаник обречен. Лед распарывает 5 из 16 водонепроницаемых отсеков. Слишком много. Лайнер не сможет удержаться на плаву и затонет всего через 2 часа 40 минут. Так, без паники! Садитесь в шлюпки по одному! Пассажирам открывается страшная истина. Уайт Стар Лайн сэкономила на количестве спасательных шлюпок. Отчаившись, люди прыгают за борт в спасательных жилетах. Почти все из них гибнут уже через час. Вскоре темные воды Атлантики поглощают Титаник. С тех пор прошел целый век. Что же изменилось? В апреле 1912 года непотопляемый Титаник сталкивается с айсбергом и тонет. Позже люди искали причины трагедии в конструкции судна. Однако эксперт Тим Молтин уверен, что дело не в этом. Титаник был одним из самых надежных судов в мире. Даже современный лайнер затонул бы, получив подобные повреждения. Из трагедии был извлечен важнейший урок. Спасательных шлюпок должно хватать на всех. Главная трагедия это не столкновение с айсбергом, а недостаточное для всех пассажиров количество шлюпок. теперь превентивные меры стали эффективнее. Был сформирован специальный международный ледовый патруль. Его задача отслеживать перемещение айсбергов и предупреждать суда. корабли регулярно получают информацию и делятся собственными наблюдениями с другими. Однако опасность быть обманутыми миражом, подобно команде «Титаника», до сих пор существует. Я часто наблюдал миражи в более теплых водах. Видимый с мостика горизонт находится примерно в 20 километрах от судна, а землю видно километров за 40. Однако при температурной инверсии мы можем видеть землю, лежащую в 80-100 километрах. все дело в особом атмосферном явлении, позволяющем нам заглянуть за горизонт. Когда возникает мираж, мы видим корабли, находящиеся за горизонтом. Часто они кажутся перевернутыми. Потом они приближаются и принимают нормальный облик. Зачастую нельзя верить собственным глазам. Некоторые явления так и останутся неподвластными нам. Планета всегда найдет чем удивить. Для пассажиров Титаника случайное стечение обстоятельств оказалось фатальным. Мираж созданной температурной инверсией подписал им приговор. Такой была иллюзия, изменившая ход истории. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2013 году. Перевод Алисы Хазиной текст читал Роман Антонович.